Сегодня перед зданием мэрии почти нет людей. Активисты решили не устраивать митинг перед внеочередной сессией Горсовета. В зале обсуждают обострение криминогенной ситуации в Харькове и так называемую народную иллюстрацию. Вступительное слово берет городской голова. Даже если мы не партнеры, а живем в одном городе, вы должны уважать тех людей, которых избрали. Есть нормальное общение между людьми и вы должны общаться между людьми. На сессии присутствуют те, кто активнее всего участвовал в пикетах перед последними заседаниями мэрии и поддерживал мусорную иллюстрацию. А вы хотите мы сейчас себя в контейнер засунем? Тебя лично? Так, остановили сессию. Милиция, пожалуйста, сделайте все для того, чтобы мы ввели сессию. В поддержку мэра внеочереди прямо с места выступают некоторые депутаты, в выражениях не стесняются. Какого хрена вы создаете здесь такие беспределы? Лесик, где тут Лесик? Зашел его в контейнер. Что он вам сделал? Больше насрал. На последней сессии горсовета, где депутаты принимали бюджет города, Андрея Лесика так и не иллюстрировали. Активисты в Балаклавах депутата не дождались. А вот его коллеге Виктору Китанину досталось. В мусорный бак директора департамента коммунального хозяйства не посадили. Но ему в лицо попали брызги газового баллончика, который милиционеры применяли против активистов. Хочу, чтобы вы знали, Виктор Александрович всем своим трудовым заслугам молча помогает как раненым украинским бойцам, так и тем, кто на передовой. Так по каким критериям вы выбираете плохих депутатов? Плохим депутатом после сессии 24 декабря для радикально настроенных пикетчиков оказался Владимир Скоробогач. Его облили зеленкой и засунули в бак. Сегодня на сессии выступать ему мешают уже не активисты. Я прошу прощения. А кто такой Гепа? Это вы. Кто Гепа? Я? Это вы. Ой. Ирина Германовна, вы политическая проститутка. Можете выйти отсюда? Отчитаться о том, как расследуются дела о нападениях на депутатов, Геннадий Кернес просит милицию и прокуратуру. Те, по словам мэра, сознательно бездействуют в этом вопросе. Правоохранители сообщают о четырех открытых уголовных производствах по статье «Хулиганство», в том числе и по поводу нападения на сотрудника прокуратуры во время пикета 24 декабря. Только лишь из-за того, что он мониторил ситуацию, которая происходит под стенами горы с полкома и информировал по инстанциям, что же там происходит, также был избит. На сегодняшний день, не раскрывая всех деталей следствия и соблюдая тайну следствия, я могу со всей ответственностью заявить, что порядка пяти-семи человек нам известны. Двоим из них, в том числе активисту громадской варты Дмитрию Олейнику, вручено подозрение о совершении преступления. Суд должен избрать им меру пресечения. И после каких это слов? Он не угрожал лично Кернесу. Он сказал, готовьтесь к новой власти, к смене власти. Вот за эти слова Диме вешают пять лет. Вместе с тем, городской голова предложил активистам мирное сотрудничество, без пикетов, обвинений и народных люстраций. Общественники выдвинули свои требования. Приведите в норму регламент городского совета, чтобы впускать граждан Украины на сессии городского совета. Приведите в норму все проекты решений, публикуйте на сайте, публикуйте решения через пять дней после принятия их. И третье требование, которое тоже немаловажное – примите бюджет обороны для Харькова. Из-за угрозы социального взрыва и массовых протестов депутаты написали обращение президенту Украины с просьбой обеспечить в городе надлежащий уровень охраны общественного порядка и безопасности харьковчан.